Здравствуйте, я в прямом эфире, на своём канале, канале Натальи Разумовской. И сегодня будем заглядывать в будущее. Так уже надоели все эти события, которые не радуют, действуют только на нервную систему. Давайте уже посмотрим 24-й год. Ведь он на носу, по большому счёту. Что у нас остаётся? Октябрь, ноябрь, декабрь. Всё, три месяца. И начнётся 24-й год. Что нас ожидает в 24-м году? Какие самые главные события? Будет ли тишина, или мы опять будем свои нервы наматывать на кулачок? Сейчас я смотрю Архангел 24-го года, событий 24-го года. Самый главный Архангел, который отвечает за целый год. Ну, с Богом, что я могу сказать? Что получится, то и будет. Какой Архангел с нами будет? Ой, слава Богу. Всегда переживаю. Архангел – это полдела сделано. Посмотрите, какой красавец. Розовые одеяния – это Архангел любви. Любви, полюбите друг друга, он говорит, и всё у вас будет хорошо. Чему Ил зовут этого Архангела? И давайте я всё-таки прочитаю про него, чтобы и вы знали, что нам ожидать. Что нам ждать от этого Архангела? Что уготовано на 24-й год. Чему Ил. Имя этого Архангела означает «тот, кто видит Господа» или «тот, кто ищет Бога». Чему Ил относится к семи основным Архангелам и считается могущественным лидером в иерархии Ангелов, известных как Сильные. Сильные – это Ангелы, которые оберегают мир от опасной и низменной энергетики. Это то, что нам надо слушать. Архангел Чему Ил оберегает и наш личный мир. Он помогает обрести самые важные составляющие нашей жизни. Любовь, дружбу, карьеру, потерянные вещи и смысл жизни. Вы видите, названы самые главные составляющие жизни каждого человека. Любовь, дружба. Чему Ил трудится, чтобы построить прочные основания для наших взаимоотношений и карьеры, чтобы они были долгими и полными смысла. Вот такой Чему Ил относится к одним из самых огненных и ревностных Архангелов. Его проявление включает сострадание, взаимопонимание, уравновешенную любовь к себе, раскрытие себя и понимание других. Их основные значения Архангела – ангел чистой любви. Слушайте, если мы под эгидой такого ангела будем в 24-м году и будем наполнены любовью, об этом, наверное, мечтают все, и вы в том числе. Ну, давайте будем смотреть, что же нас ждет. 24-й год. Все, откинули на 23-й. Новый год. Мы переступаем порог. Январь месяц. И что нас ожидает? Смотрим для всех. Вот просто для всех людей. А для всех людей, значит, это мы обозначим картой дерева. Это человек, который имеет корни, у которого крона есть. Вот мы по подобию дерева, наверное, есть, только корней у нас нет. Хотя корни есть. Корни твоей родины, корни твоего города, села, там, я знаю, где живет человек. Корни-то у нас тоже есть. Мы уподобимся сегодня дереву. И от дерева я буду отталкиваться, делая предсказания на 24-й год. Что будет происходить? Переживаю, конечно, потому что покоя сильно хочется. Я не знаю, как вы. Напишите, что хочется больше всего. Мира, покоя. Чего хочется? Пишите мне. Прям я читать даже могу, что вы мне напишите. Что больше всего хочется? Кто-то хочет детей. Кто-то хочет работу. А не будет мира, не будет ни того, ни другого. И не хотят пока карты. Вот. Только мир. Правильно, девочки. Правильно. Видите? Ну вот кто? Все. Вот мы все до единого. Кто смотрит меня? Кто не смотрит? Если спросить по-хорошему так, тихо, да, чтобы никто не знал и не слышал. Чтобы не нужно было перед кем-то выделываться. Все хотят мира. Как можно было после такой огромной войны в 41-м году опять идти на это? Я себе даже не представляю. Еще живы даже ветераны, которым уже по 100 лет, но они-то рассказать могут, что они пережили. Так, смотрю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По восемь. Так, наверное, сразу буду открывать карты. Не буду их закрытыми ловить, чтобы сразу видно было, что там хорошего, что плохого. И по ходу будем смотреть. Карт много? Тридцать шесть. А в слове «мир» всего три буквы, да? Трех карт бы хватило, чтобы сказать, что люди хотят. Мир. Все. Ну, есть же кому не иметься, понимаете? Так, смотрим. Где наша? Еще нету карты. Еще нет, которую я обозначила. Ах, вот оно, вот оно, дерево. Посмотрите, вот дерево. И что вы думаете? Наверху дерево, любовь. Слушайте, ой, ой, аж мурашки. Дерево. Мы только что сказали, архангел любви. Мы сверху дерево, мы обозначили нас с вами, дерево. И сверху карта любви. Это о чем-то говорит. То есть есть подтверждение даже в большом раскладе. Уже легче, уже как-то так душевнее, можно сказать. Потому что, как делаешь предсказания, я всегда нервничаю и волнуюсь, понимаете? Я тоже живой человек. И для меня предсказания, так же, как для вас, новость, которые будут. И дерево, под деревом, слава Богу, смотрите, под деревом букет. Букет – это радость, это счастье, это подарок, это покой. И все, вот смотрите, карта гроб, карта крест, карта косы. Все остается в прошлом. Все остается в 23-м году. Мы же так и сказали с вами, что смотрим 24-й год. И посмотрим, что вот плохого будет в 24-м году. Опомнятся люди, поймут, что детей-то жалко. Так, смотрите, все, слава Богу. Что я вам должна сказать, милые мои? 24-й год – здесь все самые лучшие карты. Звездное небо – это то порядок звездный, по которому мы с вами все живем. Хочется нам, не хочется. Будем мы что-то придумывать, там такое, не такое. Звездное небо – это жизненный порядок. Ты родился, ясли, садик, школа, университет, работа, семья, дети. И в конце концов ты приходишь на небо. Начинается сначала звезды, они маленькие, потом больше делаются на карте. Я вам сейчас покажу эту карту. Видите, вот звезды. Все небо и звезды. И вот ты родился, пошел, пошел. И куда пришел? Пришел на небо. Ты на небо пришел, и будешь держать ответ, как, чего ты хотел, как жил, какой порядок в твоей жизни был. И здесь, возле карты здоровья, ложится карта любви и звездного неба. Фух. Неужели? В 24-м году оправдаются наши надежды, мои в том числе, я думаю, и вы все, все вы мне напишите, что никому не надо, где бы человек ни жил. Самые последние там, где они живут на краю земли, на острове необитаемые. И то, скажи ты ему, спроси, он скажет, конечно, я хочу мир. Зачем мне война? Я жить хочу. Я хочу радоваться солнышку. Я хочу жизни радоваться. А кому не хочется радоваться, их надо всех собрать и куда-то на остров отправить. Там пускай что хотят, друг другу делают. Дальше смотрю. Возле дерева, смотрите, карта плохая, которая обозначает гроб, обозначает смерти. Она ложится в прошлом. Она говорит о том, что будет очень много страданий. До Нового года какая-то ситуация будет, в которой будут страдания. И коса показывает, что и гибель будет людей. И через какой-то обман. Лиса – это всегда обман. Это, знаешь, вот красивую вещь делает из говна. Хочется. Вот скажу, как есть. Там, слушайте, смейтесь, не смейтесь. Вот будут красивую вещь делать лиса. Это обманщица. Обманщица ещё та. Она тебе такого расскажет, что ты расплывёшься и думаешь, да, правильно, лиса, она так скажет, всё верно. На самом деле она делает вот из пули, из говна пулю, скажем так. Вот так вот. И поэтому эту лису ни в коем слушать нельзя. Прислушиваться, не слушать эту лису нельзя. Потому что вы знаете, что мне сейчас сказки показывают? Под лисой сова. Она говорит, что та лиса, которая эти сказки рассказывает, это вот есть какой-то у этого человека. Вот знаете, все говорят, что колдун какой-то, да, вот чтоб он не сказал, оно сбывается. Чтоб он не делал, наколдовал, оно получается. И поэтому показывается лиса непростой человек. непростой человек, потому что под лисой очень редко сова ложится. Две, двое животных соединяются вместе в раскладе. Это единицы, я могу только вспомнить, когда они соединились. А здесь они показывают, что вот лиса, казалось бы, она и брехливая, а на самом деле у неё какие-то есть задатки колдовства. То есть вот она говорит людям, а люди, знаешь, как вот гипноз. Помните, раньше по телевизору показывали? Вот. Гипнозом человек обладает, и он такое тебе расскажет, введёт тебя в гипноз. И люди такого говорили, что слушаешь, думаешь, как можно так? Видите, вот такое колдовство, вот такой гипноз. Здесь показывают, лису как бы за... Лиса это умеет, гипнозом обладает. То, что она говорит, даже слушать нельзя, потому что люди поддаются гипнозу, и из этого ничего хорошего не получается, потому что, видите, под гипнозом плюс ещё тучка. А тучка это белая, чёрная. Когда ты под гипнозом, тебе всё в чёрном цвете. Когда ты начинаешь отходить, белая туча приходит, и ты понимаешь, а что оно было? А чего это я поверил в такие вещи? Я-то здравый человек, я понимаю, что такого быть не может. Почему я поддаюсь какому-то гипнозу, когда на самом деле я здравый человек, я всё вижу, я обо всём могу рассуждать? То есть, вы понимаете, не всё так просто, как мы думаем, что мы вот такие глупые, вот мы слушаем, а нам там рассказывают. Нет, тут ещё такое впечатление, что и гипноз какой-то есть. Вот такое дело. Поэтому я не буду долго вам рассказывать. Мне он уже пишет, заканчивать надо, уже им скучно. Ну, а если вам скучно, просто отключитесь, всё. Никто ж никого не заставляет смотреть то, чего тебе не нравится. Мне, если фильм не нравится, я сразу выключаю. Зачем мне слушать? Мне охота и неохота. Так и вы делайте, и вам хорошо, и людям голову не будете морочить. Я так смотрю, двадцать четвёртый год, я не вижу ничего плохого. Такое впечатление, что всё закончится до Нового года. Потому что мы обозначили дерево, с деревом рядом карта любви, с деревом рядом звёздное небо, с деревом рядом дом, под низом букет, и, конечно, есть развилочка, но развилка – это будет выбор, что делать, куда идти, как там чего делать. Понимаете? То есть развилка по-любому будет, куда бежать, и что делать, как всё налаживать. Такие вещи. Какой-то будет женщина какая-то, перед тем, как вот перед Новым годом, какая-то женщина будет рассказывать о том, как всё это нужно сделать, и какие-то документы или подписываться будут. Под женщиной ложится карта письма. Видите? Вот под женщиной карта письма ложится. Это говорит, что именно женщина будет писать какие-то документы с надеждой, что всё, Лилия – это тоже, честность, порядочность, какой-то человек такой, которому все будут доверять. И после этого, после вот её выступления или что она там будет делать, всё каким-то образом поменяется, потому что корабль. Корабль и под низом Лилия, это говорит, честные, честная дорога, честные перемены, всё по-честному. Ждём 24-й год. Все уже хотят честности, все уже хотят порядочности, все хотят тишины. А тот, кто пишет, что нет, вы такие, вы всякие, слушайте, это те, которые хотят войны. Порядочный человек будет сейчас любому писать, кто за мир, ставить звёздочки, цветочки и кричать «Я тоже за мир». А всё остальное не читайте и не смотрите. Не нужно это нам. Мы будем хотеть мира, и когда мы все своим желанием в кулак соединимся, всё это произойдёт. Если мы будем вот каждый по-своему, это будет продолжаться ещё бесконечно. Все должны думать о том, что пускай наступит мир, а потом будем разбираться. Удачи вам всех. Ожидаем 24-го года, посмотрим. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok